здравствуйте мои дорогие с вами александр бондаренко детский семейный психолог арт терапевт сказковед воспитателей и сегодня я вам хочу дать очень важное полезное видео именно в начале учебного года потому что именно в это время строится основа того как будет учиться ребенок весь год то есть если мы построим правильную такую базу в начале года то дальше ребенку будет легче втянуться у него не будет ассоциироваться школа с негативом и с каким-то напряжением это будет все-таки больше приносить ему радости и хорошего настроения и так сегодня я вам расскажу аж 10 ошибок родителей которые совершают очень многие и их дети потом не хотят учиться в школе то есть вот прям в сентябре родители начинают это делать и уже в октябре мы получаем абсолютно не мотивированного ребенка которого которому не нравится и не хочется учиться плюс еще плохие отношения со своими родителями и так давайте поехали первое это начинают критиковать начинают искать что у ребенка плохо получается то есть они не говорят о том что и у нас взрослых после длительных перерывов после отпуска есть момент втягивания в работу что есть момент когда мы только раскачиваемся мы опять привыкаем графику да а тут сейчас дети полгода не уходили в школу естественно они тем более отвали отвыкли и важно понимать родителям что не всегда дети сразу принимают решение учиться и не всегда у них это хорошо получается тоже нужно время на раскачку поэтому милые родители начале учебного года припасить и свою свои добрые слова для них то есть больше поддержки меньше критики то есть то что у ребенка сейчас не получается это не значит что у него не будет получаться на через месяц когда он привыкнет уже к учебному процессу когда он вспомнит что это когда наладится опять же режим сна бодрствование игры когда он приспособиться к новому графику следующая ошибка это крик контролирует знаете я вот недавно шла и мама то есть это была первая неделя учебы наверное даже третий день учел у нас с первого сентября началась учеба и мама уже 3 сентября она на созвоне со своим ребенком я даже не знаю кто это это было просто на улице ситуация и она на него кричит сделали ты уроки почему ты не сделал тебе надо прочитать вот столько-то страниц быстро садись это делай я ее с одной стороны понимаю потому что она желает своему ребенку добра и она хочет ему помочь но важно понимать что нельзя так с места сразу прыгать в карьер важно привыкнуть и сейчас контроль воспринимается детьми не как благо а как такое наказание причем воспринимается она очень негативно потому что родители контролируют жестко не критикуют они ругают ребенка они пытаются сделать так чтобы он почувствовал себя неумеха и почувствовал себя никчемным и за счет этого мотивация абсолютно уходит ну что кажется что опять началась эта каторга опять началась это мучение сейчас на меня учителя будут ругаться меня на меня родители будут ругаться всем мама будет рассказывать что я не умею читать я забыл за полгода как держать ручку я буду опять плохой зачем мне тогда ребенку начинать вообще что-то делать если я в любом случае 3 сентября я уже плохой поэтому милые родители пожалуйста утихомирьте свой контроль перестаньте так жестко своих детей контролировать да это важно какая-то степень контроля но она должна быть мягкой доброжелательно и давать понять ребенку что я всегда на твоей стороне то есть я хочу добра тебе я хочу тебе помочь я не хочу быть сервером который тебя кусает я хочу быть тем спутником который идет рядом с тобой по учебному процессу держите пожалуйста это в голове и чтобы вас опять же мотивировать меньше контролировать своих детей то есть не спрашивать про домашнее задание не спрашивать что задали что было что говорил учитель что ты кушал когда вы берете на себя функцию контроля то дети автоматически они перестают вообще все контролировать потому что они начинают полагаться на окружающих взрослых и у них вот эта мышца самоконтроля она просто атрофируется то есть таким образом вы им делаете еще и в будущее такой посыл что кто-то другой может контролировать но нет и ты ты слабак поэтому чтобы не было таких посылок передавайте ответственность то есть контроль постепенно своим детям забирайте себе только то что для вас очень очень важно и для ребенка важно где он понимает что без вашей помощи именно помощи ему будет сложно следующее делает слишком большое значение школьной жизни вообще-то и успеха в школе либо наоборот снижают и говорит то ничего страшного можешь как хочешь учиться то есть вот эти две крайности когда мы говорим нашим детям что школа это все школа это очень важно и без школы ты никак не сможешь в жизни быть и твои успехи которые сейчас в школе они на всю жизнь и они влияют это что ты делаешь школе знания как ты себя ведешь какие у тебя отношения с учителями не с детьми заметьте часто говорят именно с учителями это будет твои отношения в будущем либо наоборот родители идут другую крайность и полностью обесценивают значение школы и говорят они важно как ты будешь учиться потом если захочешь чему-нибудь научишься то что ты там получаешь оценки школе это так себе ну лучше получается получается не получается тоже хорошо как как есть так и есть до школы это не совсем не очень важно и ты в будущем можешь научиться всему чему угодно что в этом плохого а в первом случае ребенка начинает тревожиться по поводу того что школа это слишком важно и значит туда нужно слишком много сил и тут очень много на кону стоит то есть если я сейчас получу плохую оценку то вдруг это повлияет на то что меня не смогут не возьмем не возьмут на работу я не смогу зарабатывать и не смогу построить семью или там на меня накричала сегодня учительница о все это катастрофа на то есть ребенок опять же ассоциируется у него школа с напряжением и она возникла начинает у него ассоциируется с неприятными эмоциями во втором случае когда родители уменьшают значение школы ребенок считает что это не важно что важно что то другое и естественно то время которое он тратит школе он считает законным ничего там не делать и он никак не старается это никак его не мотивирует то есть такое попустительское отношение родителей к школе к учебе тоже она вредит она демотивирует ребенка какая должна быть должно быть отношение к школе нормально то есть когда мы говорим это часть твоей жизни сейчас твоя обязанность там учиться мы тебе будем помогать что получается то есть и ты на этапе выбора но для того чтобы ты действительно понял кто ты есть чего ты можешь да тебе нужно прилагать там усилия да но в любом случае мы тебя любые твои начинания поддерживаем живые здесь и сейчас школа это хорошо есть такое спокойное отношение которое не возвышает школьные успехи и не принижает школьные успехи следующая ошибка интересуется только успехами в школе либо физиологии вы наверно знаете этих родителей они уже как анекдоты хотят которые говорят вот нужно чтобы мой ребенок был выше сильнее был круглым отличником чтобы все его любили чтобы он на всех кружках вы лучше всех первым солистом и тогда он хороший да то есть такие родители либо опять же есть родители или бывают такие или бабушки которые спрашивают только об одном а ты в школе пописал а ты школе что кушал а как тебе одежда не натирает а уча ранец у тебя не слишком тяжелый то есть они интересуются только вот такими физиологическими потребностями а ножка там у тебя не выросла теперь нет не купить ли новые ботиночки на и ребенок понимает что ему не и взрослым не интересны его школьные успехи взрослым не интересен его жизнь школьная потому что она большое пространство занимает а интересно только пописал пока кого покушал было ли удобно сидеть не дул ли ветерок на тебя и у него смещается акцент совсем на другое то есть родители своим отношением что они спрашивают они как раз формируют что самое важное в школе происходит следующие следующая ошибка номер пять мы уже добираемся с вами до середины это обсуждает личность учителя или статус школы при ребенке то есть никто вам не запрещает тихо с папой соседями обсуждать что учителю не понравилось с учителем какие-то отношения у вас лично или вам не нравится какой-то момент в школе но при ребенке вы должны быть за учителя и за школу то есть если вы не намерены ребенка переводить в другую школу то вы всегда должны чувствовать что школа и учитель это правильный выбор то есть искать положительное в личности учителя искать положительное в личности в статусе вообще школы и тогда ребенок будет понимать что для вас это важно вы принимаете этот выбор и значит это правильный выбор куда где ребенку хорошо то есть а если вы сомневаетесь сами то переводите ищите там где будет вашему ребенку хорошо и где будет вам лично как родителю спокойно но ни в коем случае не обсуждаете с ребенком или при ребенке что вам не нравится что школа какая-то не такая как в вашем представлении она должна быть или что учитель не такой это сразу понижает оценку мотивации у ребенком посещения в школе ошибка номер 6 нарушает занятиями а нагружать занятиями или заданиями опять же многие родители считают что ребенок должен быть занят по максимуму то есть он в школе учится сколько пять 6 часов 7 часов иногда до в старших классах потом у него должны быть обязательно кружки потом обязательно должны быть обязанности по дому то есть ребенка нет свободного времени что к чему это приводит к тому что ребенок устает то есть как мы взрослые мы провели 8 часов на работе мы хотим прийти спокойно отдохнуть то что у нас есть и мы нагружаем себя еще какими-то дополнительными обязанностями это наш личный выбор опять же приготовить сложное блюдо либо приготовить сосиски с макаронами это наш выбор мы можем это выбирать но ребенку почему-то мы не даем такой выбор то есть мы ему говорим ты должен прийти и там поубирать еще дома посмотреть за младшим ребенком еще сходить куда-то еще 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 то есть мы как бы являемся для него начальника но у него нет выбора как ему сделать поэтому начинает филонить и начинает дальше знаете если у ребенка стратегия поведения что просто уходить дата он будет делать вид что он не замечает вообще ваших просьб либо если ребенок боец то он будет огрызаться он пусть становиться агрессивным он будет как-то противостоять вашему авторитету то есть и в том и другом случае у вас будет конфликты и так как ребенок будет уставать им у них будет хватать энергии на школу на то что учиться и у него опять же она будет ассоциируется с негативом номер 7 ошибка требует без учета возможности ребенка опять же если вы не знаете своего ребенка не понимаете его характер уровень чувствительности его темперамент его физиологические возможности потому что есть дети более энергичные точно так же как и взрослых есть менее энергичны есть дети которые много хорошо общаться они любят они и экстраверты им классно быть в коллективе а есть дети которые интроверты им хорошо когда тишина когда спокойствие и непонимание этих особенностей своего ребенка приводит к тому что мы нагружаем их той той деятельностью который им не подходит и мы требуем от них те усилия которые они не могут дать поэтому пожалуйста подумайте о том какие особенности есть у вашего ребенка и соотносятся ли они с тем что вы требуете вашей школе учебной жизни ошибка номер восемь родители тревожатся то есть это характерно особенно для родителей детей которые ходят в начальную школу особенно для родителей первого класса они а что что он как он а поел ли он а может ли он попроситься в туалет как он отвечает а все ли задания он выполняет а как на него реагируют другие учитель как он себя ведет и когда приходит время забирать ребенка со школы до или свободное время то на ребенка прям обрушивается такой шквал вообще вопросов и ребенок начинает ощущать эту мамину тревожность он понимает мама мне вот это спрашивает она тревожится она волнуется наверное значит школе что-то не то значит там есть какая-то опасность школе раз мама так сильно выпрашивает меня и он будет приходить в школу опять же с этой тревожностью он будет ждать везде каких-то опасности вдруг я что-нибудь не то скажу а вдруг я что-нибудь не так сделаю и там он будет замыкаться поэтому родители унять свою тревожность если ребенок не хочет что-то говорить о школе не надо выпытывать значит все нормально все хорошо знаете особенности своего ребенка опять же если он экстраверт он вам все сразу расскажет все по полочкам более того что было и в соседнем классе если ваш ребенок интроверт он через несколько дней обдумать что же важное вам надо сказать и он это скажет да будьте доверяйте своему ребенку то что он знает о чем вас попросить помощи главное это доверие и хорошие взаимоотношения между вами девятая ошибка ожидают и разочаровываются опять же когда ребенок идет в школу неважно это первый класс или одиннадцатый класс то родители есть ощущение ну вот вот сейчас он будет хорошо учиться будет наконец-то показывать свои какие-то результаты но вот пришло время вроде бы он вырос то и вот хотят опять же на награждают ребенка своими ожиданиями ну давай учись хотя бы в этом классе но покажи свои умения я хочу тобой гордиться я хочу чтобы ты был лучше был сильнее выше и когда ребенок это не показывает то родители быстро очень сникают и у них есть ощущение что это их какая-то вина то есть родители вина что они где-то не досмотрели не доделали не доучили не до недоконтролировали слишком контролируют не могут найти это середину и у родителей пропадает мотивация заниматься ребенком когда нет первых вот этих успехов и ребенок понимает что я не опять не оправдал ожидания опять стал неудачником глазах своих родителей и у него опять же пропадает мотивация вообще учиться перед зачем мне учиться если родители уже в конце сентября мной разочарованы я не показал не показал каких-то результатов зачем мне дальше вообще я буду просто отсиживаться то есть пожалуйста не награждайте своих детей какими-то ожиданиями да и не надо показывать свое разочарование будьте помощниками тот кто рядом идет со своим ребенком и готов ему подсказать то есть знаете как говорят дать удочку но не делать вместо ребенка и так мы подходим к завершению у нас 10 ошибка родители которые демотивируют наших детей на учебку и так это не уделяет внимание своим отношениям с ребенком эти это наверное самая такая ошибка распространенная в то же время она очень незаметная потому что родители думают что когда мы общаемся с ребенком по поводу школы вот это отношение когда мы с ребенком общаемся по поводу уроков это отношение когда мы с ребенком сидим за одним столом то это отношение но на самом деле отношение так когда мы интересуемся действительно личностью этого ребенка когда мы в нем заинтересованы тогда происходит отношение когда мы вносим элемент дружбы дружба знаете такая вот универсальная вообще категория которая применима и в семейных отношениях и в отношениях с детьми когда мы не выше мы не ниже а мы вот на равных и мы можем поделиться с ребенком чем-то до соответствующего возрасту и он может чувствовать что есть у нас силы энергии принять его таким как он есть поэтому дружите со своим ребенком уделяйте ему внимание не только по поводу учебы будьте искренними заинтересованными любящими родителями если вы понимаете что у вас есть какие-то из этих ошибок что вы их регулярно на протяжении уже нескольких лет совершаете и получаете одну и ту же картину в конце года это нервы истерики плохие оценки конфликты со школы с учителями с ребенком то это повод все-таки обратиться к специалисту который сможет найти корень проблемы и помочь именно вашей семье стать счастливым с вами была александра бондаренко детский семейный психолог арт-терапевт сказковед воспитатель жду вас в дальнейших своих видео прямых эфирах слушайте развивайтесь становите более гармоничными развитыми родителями чтобы наши дети были лучше чем мы всего доброго до новых встреч пока пока